офигеть 18 мега и на отдачу вы видели 60 было здесь вообще была ешка вообще ничего не ловила я в шоке вы смотрите какой классный интернет это мы сейчас примерно 15 километров от базовой станции находимся я сомневался что что-то получится но оказывается все работает перейдем нас перекресток от которого необходимо проехать 12 километров и у нас получится до базовой станции примерно 15 километров туда куда мы едем нет никакой связи будем пробовать его восстанавливать сейчас мы находимся на сайте мегафон открыл зону покрытия мегафона здесь мы видим где у нас есть 3g 4g также есть карта зона покрытия у мтс и карта зона покрытия на йоте и везде у них у всех туда куда еду отсутствует интернет только gps и голосовая связь мы едем отсюда вот значит смотрите это у нас карта покрытия йоты вот где смотрите значит 3g голубенькая 4g синенькая а вот где нету вот этих цветов значит там плохой интернет то есть здесь плохой интернет я нахожусь сам в берске живут в этом городе и мне необходимо проехать вот по этой дороге потом свернуть вот сюда и вот до сюда доехать значит тут от этого перекрестка как я сейчас сказал что мы поворачиваем проехать 12 километров это примерно будет где-то вот здесь вот открою на мтс и карту зону покрытия и давайте приближим он значит смотрите от этого поворота я еду проезжать 12 километров и где-то вот вот в этом месте буду находиться здесь будем пытаться поймать интернет от базовой станции который находится в городе эскетиме то есть вот он город эскетим сейчас мы даже замерим расстояние до города эскетима какой у нас здесь и вот у нас карта мегафона здесь все то же самое вот в этом месте откуда мы едем здесь у нас нету интернета вот здесь где-то вышка получается в эскетиме давайте открою дубль гиз вот тот самый поворот сейчас измерим расстояние от этого поворота я проехал 12 с половым километров сделать точку и 12 километров вот здесь вот я остановился вот тут вот и смотрите что получается что до базовой станции у нас по любому больше чем 12 полн километров база станция находится вот либо вот здесь вот как это я видел стоит это 12 13 километров но ответе до либо она где-то вот здесь вот в районе 15 километров ну будем считать примерно 13 15 километров я везде на видео буду говорить что 15 километров до базовой станции и так пока мы едем на место где нет никакого интернет сигнала есть только голосовая связь я сейчас вам хочу просто показать с каким устройством мы туда едем это вот такой вот усилитель интернет сигнала сюда вот вставляется sim карту 10 откручивается я вам сейчас позже на видео покажу все это дело просто работает эта штука прям с коробки вставляете sim карту сюда вставляется провод подключается компьютере к роутеру и все четко работает сейчас покажу далее в комплекте идет вот такой вот кронштейн тоже вы увидите его на видео кронштейн очень с хорошего металла сделал то есть прочный да по антенне она влагозащищенная ap67 то есть ей не страшен ни холод ни мороз ни вода она и сделана со специального пластика который не разрушается от ультрафиолетовых лучей в комплекте идет у такой блок питания для того чтобы питать нашу антенну но также видео расскажу что есть антенны более младше более дешевая она идет сразу с usb выходом который подключается к роутеру либо компьютеру в комплекте такая инструкция при помощи этой инструкции вы поймете как ее подключить как настроить то есть у нее есть тонкие настройки для того чтобы залочить сеть именно по 4g под 3g чтоб не перескакивал туда-сюда и идет вот такой вот красивой коробки но не смотрите что она какая-то такая на самом деле антенна усилитель лежит в такой гофре коробки она очень жесткая и потом это все вставляется то эту красивую коробку то есть я когда я получил по почте вот она она ничего не помялась исправно значит сайт производителя он был будет по ссылочке в описании вот в можете здесь вот прочитать данная антенна имеет направленность в одну сторону как вы видите в двух плоскостях и угол примерно там градусов 5-10 за счет такого узкого угла достигается максимально усиление антенны то есть она ловит не не вокруг себя я вам тоже видео продемонстрирую я стану перед ней интернет пропадет и что самое интересное в инструкции написано 15 километров до базовой станции на сайте написано 10 километров а на коробке написано расстояние до 20 километров я не знаю как так исторически сложилось у них везде по-разному но мы сейчас едем туда где я буду проверять на расстоянии 15 километров интернет будет 30 мегабит секунду и я думаю что на 20 километров что-то тоже она будет ловить ну потому что не зря такую цифру здесь написали преимущество данная антенна в том что она может работать везде хоть в россии хоть за границей с любой сим-картой прикол в том что если свою sim карту от мтс вставляю в юсби модем то у меня оператор говорит что вам необходимо сменить на другой тариф мтс connect там ну вот именно для юсби модем чтобы интернет был а когда я вставляю sim карту в эту антенну все отлично работает интернет такой же как на телефоне то есть по тарифу как на телефоне и можно пользоваться вообще без проблем мне это очень понравилось все четыре симки сюда вставлял все работают также в конце видео вам покажу как в офисе работает интернет с четырьмя операторами связи там даже скорость доходила до 80 мегабит секунду я был в шоке если честно блок питания в комплекте идет для того чтобы питать антенну от сети 220 вольт такие антенны бывают и для от юсби но от юсби вы ее высоко не сможете поставить и может где-то используя автомобили и в юсби преимущество в том что вы можете не используя 220 вольт а просто включить машину в прикуриватель и запитать значит вот такой вот роутер у которого есть на входе питания 12 вольт и у него есть вход от юсби сюда я вставлял юсби модем и сразу же вот вставляешь машину прикуриватель модем у вас все в машине есть интернет когда у вас есть вот такая антенна которая стоит в два раза дешевле чем вот это street 2 pro вставляется сюда по юсби и вы можете в машине просто положить она очень чувствительность хорошая и если где-то вы приезжали бывали бывал пропадал интернет то с этой антенна вас такого не будет связь будет отличная данную антенну можно использовать зону затруднительного приема сигнала к примеру низкие и цокольные этажи закрытые помещения сложный рельеф местности также она подойдет тем у кого есть какой-то мобильный бизнес когда вы переезжаете из одной точки в другую и вам необходимо принимать оплату банковскими картами ну к примеру да и либо где-то у вас на в точках продажи должен быть хороший интернет вот этот для вас вы куда-то куда бы ни приехали вас всегда будет интернет кстати для юридических лиц возможно даже дешевле тарифы чем через обычный провод который к вам затянут зайдите на сайт посмотрите там у них тарифы я видел не сотрудничество с разными мобильными операторами и вот этот вариант возможен даже лучше будет также эта антенна подойдет для системно умного дома организации видеонаблюдения за объектами и охранно-пожарная система собственно почему я купил данный усилитель интернет сигнала я наткнулся в интернете на акцию что для блогеров они могут продать мне с 50 процентной скидкой ну с условием что я запишу вот это видео сделали честный обзор который вы сейчас смотрите реально честно я все сделал проверил со всеми сим-картами реально честно я вложил очень много силу времени на все это дело съездить я даже первый раз туда приехал забыл собой преобразователь напряжения 220 вольт а он здесь необходим миша обзор реально честно я первый раз приехал на местность я забыл преобразователь напряжения для 220 вольт 12 и пришлось на следующий день ехать поэтому будет небольшая неурядица в начале видео где сначала в рубашке еду а потом уже тест провожу в черной майке но сейчас посмотрите причем мы проехали 11 6 километра горит ешка связи никакой нету хотелось бы какой-то поворотик найти потому что сейчас и нахожусь прямо вот на улице здесь на трассе сейчас мы стоим вот в этом месте сейчас я увеличу по зоны зоне покрытия то что он показывал сотых операторов как раз вот в этом месте начинается проблема одна зона где у нас нет интернета вот с этой зоны нам сейчас необходимо пробовать связаться с базовой станции который находится вот здесь вот в этом городе эскетиме то есть эскетима здесь примерно получается километров 13-14 до базовой станции но собственно в этом месте где мы сейчас находимся будем пробовать искать интернет сейчас горит ешка если мы попробуем замерить скорость интернета у нас получится что ничего не получится тут написано что антенна может ловить сигнал база станция до 15 километров у нас еще и запасе три километра давайте приедем посмотрим день сверта какой-нибудь ну здесь не безопасно стоять и так как поворота мы отъехали 12 4 километра и здесь вообще не ловит никакой интернет сейчас вам покажу на телефоне качество связи горит ешка горит ешка сейчас просто покажу какой здесь интернет в общем интернета нету я сейчас покажу где мы находимся чтобы вы понимали я уже по карте посмотрел причем из дома ехать вот здесь у нас зона там где нет вообще никакого интернета ни одного оператора связи у меня с собой 4 симки сейчас мы будем проверять в общем вот от этого поворота до сюда 12 полон километров а базовая станция они стоят у нас здесь в искитиме то есть получается до базовая станция примерно ну 13 там 15 километров примерно вот сейчас мы выходим на улицу будем пробовать искать интернет вот смотрите смотрите к примеру youtube но идет тоже не будут грузиться видите ешка горит чего у нас со скоростью интернета творится но скорости интернета нет в общем сейчас у нас вся надежда только на нашу антенну ну и попробуем еще и usb модем сейчас мы приехали в поле где мобильная связь очень плохая а интернета здесь вообще нету потому что вышка находится от нас 15 километрах я специально выбрал это место вы сейчас видите на карте где мы находимся здесь ни один из операторов не достает сюда у меня с собой есть четыре сим карты четырех операторов мы сейчас в этом видео будем 4 оператора связи смотреть у кого какой интернет получится ли поймать интернет все таки до базовой станции до вышки примерно 15 километров но если не получится значит чуть поближе подъедем но сейчас это такое экстремальное видео должно получиться стрит 2 pro называется у него вот сюда вставляется sim карта а сюда вставляется провод ethernet данный усилитель интернет сигнала запитывается от сети 220 вольт для этого нам нужен преобразователь 220 вольт но у данного фирмы-производителя есть усилитель интернет сигнала который запитывается от usb и он стоит два раза дешевле чем вот этот но также если старшая модель которая стоит в районе 25 тысяч и она намного мощнее чем вот это но это прям вообще если у вас очень плохо с интернетом либо хотите качественный интернет где же еще может применяться данный усилитель интернет сигнал вот сейчас мы находимся в поле здесь нет интернета а здесь можем допустим установить какую-то кафешку а интернета нет банковские карты расплачиваться не смогут можем какой-то автосервис поставить либо у кого есть автосервис городе но провайдер неохотно тянет туда интернет и он будет стоить очень дорого купив данное устройство вы покупаете его один раз и с переезда с одного объекта на другой объект у вас всегда будет с собой один интернет данный усилитель интернет сигнала сделан в россии да не в китае корпус его всепогодный он имеет влагу защиту он должен находиться на какой-то мачте как можно выше чтобы связь с базовой станцией было напрямую прямой зоне видимости это самое оптимальное и тогда у вас получится качество интернета хорошее в комплекте идет вот такой вот кронштейн тот получается у нас мачта кронштейн прикручивается вставляется вот сюда наше изделие и прикручивается гаечками давайте сейчас я вам покажу как сюда ставить сим-карту как прикрутить провод в гермоотвод в комплекте к усилитель интернет сигнала идет вот такой блок питания у которого два разъема один по и это соединяется с антенной с по и выходит напряжение питания 24 вольта именно был питание на 24 вольта подается на антену а с разъема лана выходит провод который соединяется допустим с вашим роутером с разъемом вам либо напрямую с компьютером и дальше у нас может раздаваться интернет и вы его можете размножать хоть до бесконечности данный роутер у нас имеет вход юсби то есть мы в этом видео также будем смотреть качество сигнала как ловит юсби модем я лично знаю что юсби модем качество сигнала не лучше чем телефон современный современный телефон очень хорошо ловит и мы также сравним то что вы можете сказать да я от куплю такой юсби модем закинула повыше у нас будет интернет мне самого очень интересно сможет ли его данный юсби модем поймать интернет данный усилитель интернет сигнала работает сразу из коробки я сюда ставил сим-карту подключила его и он заработал сразу но есть инструкция в комплекте к нему и там вам расскажут покажут как подключить его допустим за лучше чисто под сеть 3g под сеть 4g чтоб не было вот этих вот перескоков туда-сюда потому что допустим он увидел сеть 4g появилась пытается к ней подключиться там нет интернета на 4g просто не достает на на 3g интернет хорош я лично проверял что на 3g бывает интернет лучше чем на 4g понимаете это разные устройства передающие 2g 3g 4g это совершенно разные устройства какое-то устройство может не добивать как это какой-то добивает идем дальше начале видео я уже сказал что данный усилитель интернет сигнала это среднее по цене устройства у них есть еще и в два раза дешевле которая подключается напрямую к вашему роутеру допустим это может быть вот вместо вот этого вот юсби модема вот сюда может подключаться и усилитель интернет сигнала и вы роутер подключать к автомобилю например к автомобильности 12 вольт и вам нет необходимости использовать данный преобразователь 12 вольт на 220 вольт то есть все просто вы подключили едете даже тупо в машине подключаете все это в прикуриватель 12 вольт и сюда вставлен усилитель напрямую получается это очень мобильное устройство получится откручиваем этот вот защитный колпачок вот здесь видите есть слот под сим-карту берем сим-карту антенну в таком положении находится и контактами вверх вставляем сим-карту вот этот вот ключ на симке он должен быть находиться с этой стороны еще раз чтобы она была у нас до упора можем даже немножко так вот пошел к чтоб контакты были стопудово и закручиваем колпачок переходим к гермоотводу сюда провод подключается витая пара она должна иметь именно 4 витых пара то есть должен задействовать все восемь контактов потому что по четырем контактам сюда подается питание 24 вольта берем провод надеваем сюда вот эту гайку которая будет у нас последний надеваться надеваем вот эту вот и вставляем кабель усилитель интернет сигнала до щелчка вот он прочно стоит защелкнулся далее мы закручиваем первую гайку отсюда вот здесь у нас есть резиную такое кольцо уплотнительное вот его закрутили дальше берем вот это резиновый уплотнитель и вставляем и вот сюда вот 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 эти вот лепестки вставили далее закручиваем вот эту гайку все это плотно закрутила здесь никакая вода не попадет где симка тоже не попадет вода усилитель интернет сигнал у нас находится в таком положении когда стоит на улице то есть это вот все вниз направлено и он нас влагозащищенный сейчас мы прикрутим усилитель интернет сигнал кронштейну который идет в комплекте мы его прикрутим на две гайки потому что нам надо протестировать там в комплекте гровер шайба все идет все как положено я установил усилитель на импровизированный кронштейн такая вот мачта и сейчас необходимо подключить провод с антенны включаем в по и alan подключаем к роутеру а с роутером уже можем подключить к ноутбук так сейчас наша система загрузится и мы посмотрим интернет первая сим-карта у нас стоит от мтс а как вы видите сейчас на экране вашу информацию на экран у нас показывает 4 палки lte и давайте замеряем скорость интернета интернета здесь вообще не было и посмотрим как работает youtube потом ставим другие операторы так начать три палки это очень даже хороший сигнал охренеть 18 мегабит 18 мегабит вы чё это правда что ли я думал нифига мы не поймаем офигеть 18 мега и на отдачу вы видели 60 было здесь вообще была ешка вообще ничего не ловила я в шоке вы смотрите какой классный интернет это мы сейчас примерно 15 километров от базовой станции находимся я сомневался что что-то получится на оказывается все работает смотрите я включаю интернет подписки жму смотрите как классно все грузится давайте откроем допустим вот этот ролик сделаем качество 1080p я думаю без бы вообще будут работать смотрите 1080p и он у нас успевает еще и прогружаться вы видите как прогружается офигеть это супер 15 километров хотя вот у меня в инструкции где-то пишут 10 километров где-то 15 но по отзывам я слышал даже у людей больше 15 километров это антенна работала офигеть давайте я вам покажу еще как эта антенна работает внутренний интерфейс смотрите заходим в браузер и здесь мы видим три палки lte видите да сейчас мы подходим к нашей антенне и вот эти три палки я сейчас попробую антенну спозиционировать в другое место но я-то знаю что наша базовая станция где-то там потому что мы оттуда ехали там город где установлены все вышки давайте попробую вообще развернуть в другую сторону антенна светите сигнала нету не будет интернета потому что я туда развернул но есть у нас еще он там мтс очень далеко в поселке не знаю по поймаете или нет написано подключено давайте ради прикола сейчас включу youtube вот ролик допустим вот этот он он работает ролик запускается но не факт конечно что мы оттуда берем а может быть и оттуда берем сигнал как вы видите симка симка выключена видите значок выключен симка мобильные данные отключен через вай фай сейчас мы подключены здесь давайте обратно я установлю туда где мы предполагали где у нас интернет будет и немножечко поиграем ся с настройками допустим немножечко повыше туда вот направим его посмотрим что будет еще раз запустим скорость интернета проверим начать 26 20 30 мегабит нифига себе 30 мегабит вот это жесть а на отдачу смотрите 60 даже скакнул немножко ну вот устройство которое надо покупать и пользоваться и не ходить по всяким алиэкспрессом покупать говно которое непонятно как будет работать еще знаете в чем прикол в этом устройстве в том что я сюда вставляю симка мтс сейчас симка мтс оская включена и у меня мтс оператор не заблокировал сим-карту потому что когда я ставил сим-карту вот в это вот устройство вот в этот вот гребаный usb модем у меня мтс говорит что у вас тариф не тот понимаете в чем дело переключитесь на тарифом мтс там планшет еще чего-кого ноутбук у вас будет работать интернет вот в эту антенну я все четыре симки вставлял йота мегафон билайн мтс все работают но у меня дома сейчас мы проверили только с мтсом видели какая скорость до было 32 вот два раза уже проверяли давайте ставим сюда сим-карту другого оператора и так ставили сим-карту мегафон подключились к вайфаю требуется регистрация в сети куда-то чё нажимать требуется авторизация он нас открывает чем нас открывает подключаться автоматически вот смотрите открыл этот мегафон и вот здесь вот отключена и еще самое интересное все пять палок у нас зеленым горят я просто сейчас уже второй раз захожу и как его дальше настроить я не знаю дело в том что вот эта сим-карта мегафоновская не моя не прислали для теста вместе с этой антенной а другие сим-карты мои все она у меня дома мегафоновская четко все работало но здесь вот к это базово станции цепляется почему-то не хочет работать либо пришло время ей отключиться я не знаю что такое настройки подключения в роуминге включена московском регионе подключена но мне дома на все хорошо работала в общем не знаю что даже с ней делать с этой мегафоновской сим-картой давайте еще раз зайдем на нее и я вам покажу сейчас одну вещь интересно я просто возьму и антенну отвернув сторону вот видите пять палок да на мегафоне я возьму ее и отвернув сторону вот так вот в обратную сторону и и по видите поменялось то есть на мегафоне еще лучше был бы интернет я у себя в городе на мегафоне проверял там скорость была то ли 60 то ли 80 мегабит скриншот вы сейчас видите на экране я просто шоке был здесь хорошо ловит мегафон в общем у меня остались еще две симки билайн и йота поставим сейчас посмотрим как они будут работать устройство загружается примерно за одну минуту вот сейчас увидите что йота у нас включена 3 палки лт и давайте проверим скорость интернета на йоте вообще хорошо тоже интернет у меня дома работал видать сеть мало загруженная ну как вы видите йота скорость на йоте вот здесь вот маленькая всего лишь один мегабит на скачку сейчас мы еще антенну покрутим но навряд ли что-то получится да а вот на отдачу 8 мегабит 6 давайте перейдем в интерфейс программы в интерфейсе программе можно отдельно выбрать сеть 3g либо 4g для того чтобы у вас на постоянной основе была подключена только к одной сети потому что бывает такое что когда подключается на 4g а там сигнал слабенький но он видит и думаю что лучше будет на самом деле не лучше и можно вручную выбрать какую-то сеть так смотрите чего у нас по палкам я участвую туда вот чуть отвел видите две палки и сейчас буду обратно крутить медленно провожу реакция задержки примерно 3 секунды максимум 5 я уже проверял вот здесь вот три палки еще чуть левее крутим давайте попробуем я антенну подниму примерно на метр чуть повыше и замерим еще раз скорость не по всей видимости лучше не становится давайте попробуем крутануть йоту в другую сторону допустим вот в эту сторону что там будет но в этом районе йота не рулит я вам хочу сказать когда мы были на алтае там йота рулила здесь вот мтс рулит и для этого я вам показываю что необходимо понять на каком операторе ловить интернет какому оператору присасываться вот мегафон подключены это как это так понимать ничего не понимаю ну-ка обновлю страничку не живет of sky sim карта стоит мегафон юмор не понял спид тест сейчас делаю симка стоит йота я ничего не делал подключился к мегафону хотя вот здесь внизу йота написано видите да и сейчас скорость 9 мегабит была на скачку ладно переходим к следующему оператору билайну я отвлечь отключаю блок питания за розетки беру билайнерскую симку дальше открываю колпачок эту сим карту я вытаскиваю и вставляю билайнерскую сим карту закручиваем колпачок и включаем в розетку вот пока ждем вот эту страничку перезагружаем 192.168.8.1 и когда у нас загрузится наш усилитель интернет сигнала у нас получится интерфейс рабочий лан вот интернет да то есть там все загрузится вот видите загрузилась антенна довольно быстро произошло на секунд 30 белайн но чё по палкам у нас вообще мимо не знаю будет ли интернет подключена ну по палкам мимо давайте покрутим а вот тут билайн словила смотрите три палки крутим дальше и видите переключается хс по плюс это слабенький интернет а а вот здесь 4 палки то есть билайн он ох ты пять палок то есть вон туда билайн хорошо присосался вы смотрите давайте проверим скорость интернета начать присосаться то присосался но что-то интернета нету один мегабит всего хотя внизу вот йота опять пишет то ли она присосалась к йотовской вышки билайн и йота раздает потому что помните сейчас мы йотовский проверяли там точно такой же интернет бог херовенький 1 мегабит 1 2 давайте направим билайн скую симку на иски тим то есть там где у нас ушки стоят еще раз замерим скорость ну в общем самый крутой интернет это на мтс и как его поняли из четырех операторов мтс рулит в данной местности это у нас искитимский район от искитима в сторону бурмистрова 12 с половиной километров круто сейчас оставлю сюда обратная симку от мтс я хочу убедиться что реально на мтс была такая скорость потому что я не верю своим глазам на всех трех операторах нету интернета на мтс есть просто еще раз хочу убедиться вставляем сим-карту закручиваем колпачок и включаем 220 в розетку включили и ждем знаете в чем прикол в том что вот в этот usb модем я не могу вставить симку мтс потому что мтс видит что здесь мтс сталин и не хочет работать говорит тариф необходимо сменить а все другие sim карты мегафон билайн йота все работали давайте попробуем мегафонов скую сюда вставить что ли хотя я вот уверен на сто процентов что здесь в поле не получится с этим с usb модемом нифига так ну чё у нас загрузилась мтс нет жму обновить увидите какая скорость офигительно от мтс и но пишет йота но здесь мтс с к сим-карта загружена вставлена не верите я вам сейчас покажу вот прям вот сейчас про вам покажу чтобы вы видели вот смотрите я сейчас выключу питание 220 вольт сейчас до до меряем скорость на отдачу 21 мегабит я выключаю питание 220 вольт далее вытаскиваю сим-карту и подхожу камеры чтобы увидели что здесь вставлен мтс симка подхожу к вам смотрите видите яичко мтс сталин а на телефоне показывал что йота но было йота не знаю почему вот смотрите мтс вставляю ее обратно видите как легко здесь вставляется а некоторые производители другие там приходится разбирать корпус вставлять сим-карту каждый раз это такой геморрой доставляют а здесь все просто вставили и все сейчас я включаю блок питания сейчас у нас загрузится система я вот с бутылки возьму полью эту антенну что вам показать что она не боится воды потому что она предназначена для уличного исполнения она должна стоять на мачте где-то чтоб на нее лил дождь снег холод тепло жара ей пофигу здесь и пластик специально сделан который не стареет вот смотрите нтс у нас подключена и я вам хотел еще рассказать об интерфейсе смотрите заходим в настройки вот здесь в настройках можно выбрать предпочитаемый тип сети вот допустим только lte lte on gsm lte ну в общем видите да и чтобы вас она никуда не прыгла и также диапазону можете выбрать по наставить галочки делать хотите но чего-то не ставишься вот сюда сюда поставили вот и пожалуйста то есть это вот все для экспериментов сделано сейчас бы по идее еще бы что-то по настраивать можно вам показал что это антенна реально качественно и ловит сигнал отлично все сим-меню если мы сейчас зайдем посмотрим что здесь еще есть у нас ну здесь сообщение от мтс можно почитать которые приходили можно баланс посмотреть то есть у вас симка стоит здесь а вы с компьютера то есть в компьютер то же самое в браузер набирайте 120 168 8.1 и можете посмотреть баланс вот нажимаете кнопку баланс сейчас посмотрим баланс эта сим-карта вытащена из моего телефона у меня тариф x безлимитные социальные сети все и 7 гигабайт интернета вот баланс показа 273 то есть вам не надо каждый раз вытаскивать симку что баланс спирать но можно конечно с личного кабинета посмотреть баланс статистика можно посмотреть получается сколько вы здесь накачали передали объем трафика текущий объем общий объем так общий объем 396 это я не знаю что то что за статистика такая вот переходим на главное это самое то что нам надо посмотреть уровень сигнала какой у нас есть вот настройки подключения если мы заходим это мы сейчас были с кнопочки там который там нас нет ну и давайте еще раз включим скорость интернета проверим и польем водичкой нашу антенну как же без этого правда вот видали скорость 12 14 15 интересно момент обливания скорость будет у нас уменьшаться нет давайте наперед польем тоже ну давай видали 60 20 я с удовольствием сейчас сам бы облился бы жарень такая на улице отлично все работает еще раз замерим 26 миллисекунд pink это отлично у меня дома там за сотню было больше сотни давайте для прикола еще youtube чик посмотрим любой ролик включая он на этот канал то ты просто не в курсе что я сам являюсь владельцем смартфона сяоми более того я считаю что именно сяоми если вы ищете не только качественный техно обзорную действительно крутой юмор скорость чища 8 на глянец обаятельная и ироничная ведущая не просто читает текст с википедии а делает довольно перематываю видите как загрузка отлично идет и перематываю 15 километров от базовой станции я не думал что такое возможно потому что мы сюда приехали интернета вообще никакого не было интересно если я встану так вот закрою и включу другой ролик я с собой закрыл антенну чтобы вы понимали не хочет работать отхожу поехал какой бы ролик не включал все четко работает это просто супер так я сейчас вставил и usb модем sim карты прошло уже минуты три и никак не может подключиться к интернету ну здесь гадалки не ходи не сможет вот здесь телефон то не может современный интернет поймать а как какой-то вот этот свисток может что-то поймать вот то устройство которое вам необходимо купить стопудово будет интернет а сейчас 15 километр до базовой станции ловит я думаю если я еще отойду километра на два на три тоже должен ловить он без доступа в интернет давайте попробуем youtube включить в общем ребят мимо даже вот не пытайтесь вот эту вот штуку делать что-то куда-то понимаете здесь чем объяснять вот вот чего вам надо и проблем не будет с интернетом сейчас мы протестируем 4 сим-карты четырех оператора связи сейчас в нашем усилитель интернет сигнала стоит сим-карта от билайна и потом еще посмотрим йоту мегафон и мтс все эти сим-карты предназначены для телефона и они отлично работают в данном усилитель интернет сигнала и так смотрите я зашел на интерфейс антенны у нас показывает 4 палки это очень замечательно антенна смотрит напрямую в окно видите там отражение в окне да вот да и и хоть как ставь вот так положим хоть если даже отвернуть от окна давайте посмотрим она не меняется потому что это все таки антенна находится в городе здесь не так важно как она у вас будет стоять и так а вот смотрите чуть немножко поменялось сейчас примерно сейчас вообще он 5 палок заходим на сайт спид тест нажимаем кнопку начать покрывайте. страшно это не так важно всё. contrac besoin熱 остальные удобно все и ранее постепенно считаю выгодные szалим стеклина у нас ди�иица Kangанюный. なрекиstem, затем сильно выгодна. так набила не скорость получается 17 13 мегабит сейчас ставим другую сим-карту ставим сим-карту от мегафона вытаскиваем блок питания смотрите это все просто откручивать вот этот колпачок наши сим-карты контактом не вверх меткой вот с этой стороны берем сим-карту мегафоновскую и включаем блок питания в розетку когда антенна загрузится у нас здесь значок сетевой будет компьютер гореть то что связь с антеной есть и можно пользоваться интернетом довольно быстро все это дело происходит вот показываю на ваших глазах сколько времени потребуется для загрузки антенна по моему расчетам примерно секунд 30 все готово к использованию это у нас сим-карт от мегафона посмотрим какая будет скорость на мегафоне почему здесь было не знаю давайте обновим страничку вот сейчас мегафон стоит все замеряем скорость да мегафон реально рулит жалко в поле не получилось показать на мегафоне какая скорость там просто на балансе кончились деньги но связь с мегафоновской вышкой была хорошая то есть наверняка в поле была бы точно такая же скорость как и здесь в районе 70 мегабит это 70 мегабит на приемы на отдачу 580 мегабит на приемы на отдачу 89 ну отличный результат вытаскиваем блок питания за розетки и вставляем следующем карту йота значок компьютера загорелся обновляем браузер здесь у нас пишет мегафон но йота мегафон многие знают что это одно и то же жмем гол посмотрим какая скорость будет на йоте пинг 17 миллисекунд это круто но видите скорость такая же как на мегафоне то есть это в принципе одна и та же компания здесь даже скорость 80 мегабит на отдачу побольше чем на мегафоне 16 ну круто вот йота можно использовать офигеть следующая наша сим-карта будет мтс это 4 контактами кверху есть умещу такая сим-карта четыре с половиной g интернет это я привез со стамбула там пользовался местным оператором связи итак у нас загрузилась обновляем нашу страничку посмотрим где сейчас должно быть написано мтс по идее я обновляю но почему-то а вот здесь надо стереть на смотрите на главную страничку жать чтобы у нас полностью обновилась вот и тогда у нас пишет мтс ну на мтс скорость не очень хорошая она вот всегда вот такая была в районе там 15-20 то есть я вам сейчас показал что данные усилить интернет сигнала работает вот со всеми операторами связи которые есть в моем регионе йота билайн мегафон и мтс подозрение очень хорошая Продолжение следует...